Всем привет! Ну что же, по результатам экспресс-опроса с большим отрывом победил гражданин Ялхоф такой практически немецкий барон, да? Судя по фамилии Вот Я хотел, чтобы победил перевод, но Vox Populi Vox Dei Знаете, как анекдот есть такой, когда Ленин перед толпой рабочий-крестьянского выступает с броневичка, там товарищи, а толпа скандирует Леннон, Леннон, Леннон Товарищи, я не Леннон, я Ленин Леннон, Леннон Ну товарищи, ну Ладно, уговори, черти Yesterday Значит, сегодня будет Елхоф Итак, Елхоф Чтобы понять, что это за человек Давайте посмотрим на его YouTube-канал Любопытно, что несколько минут назад Когда я это все готовил Здесь было 6 299 Уже 6 300 Народ продолжает на него подписываться Ну, ладно Начаться так Как-то раз в одной беседе Совсем недавно В предыдущем видео буквально Я упомянул, что Как мне кажется, мотивов у того, чтобы заниматься конспирологией У людей может быть всего три варианта Таких мотивов То есть Первое Это либо Жажда хайпа На котором можно заработать Продавая хотя бы рекламное время В своих роликах На своем канале Да Потому что это все монетизируется Монетизируется А вторая причина Это может быть Просто жажда славы Человек очень хочет попасть в телевизор Но Как бы То, что он Делал В Относительно недалеком прошлом Уже мало кому интересно Это не рейтингово Это Не хайпово Всякие эти Буратины И прочие Золотые шапочки Пардон Красные шапочки И сейчас мы в этом В этом, кстати, убедимся Третья причина Это может быть просто Психическая болезнь На полном серьезе Человек разрушаются мозги Шарики за ролики закатываются И вот он Жаждет заняться Чем-то очень важным Какой-то наукой Жаждет Но не может И он начинает заниматься тем Что может Тем, что у него получается А опровергать Оно всегда проще Потому что Не нужно ничего знать Не нужно ни чем разбираться Не нужно ничего понимать Достаточно просто Горлопанить И задавать идиотские вопросы Не пытаясь найти на них ответы Ну, да ладно Смотрим Восемь лет назад Шестьсот девяносто три просмотра Соната цветов и бабочек Горячая тема Инцидент в море Видеошутка на тему Темно, как у негра Видимо, очень интеллектуальная шутка Заинтересовала людей Что за восемь лет Нам набирает Ой Пардон За восемь лет набирает Сколько там набирает Триста девяносто просмотров Офигеть Миллионы лет до Рождества Христова Восемь лет назад Пятьсот шестнадцать просмотров Красота вселенной Кашкадав Сильвестер Брит какой-то Восемь лет Три ангела Клип Восемь лет назад Сто семьдесят три Какая горячая тема Там впоследствии Она еще раз попадется Три ангела Восемь лет назад Отлично Мистификация Где был на самом деле Библейский Иерусалим Трейлер к фильму Пять лет назад И вот тут Незапно какой-то Скачок просмотров Где он пропадал Три года Я не знаю Но явно Как бы Че-то тут Какая-то интересная тема Проклевывается Что народ заинтересовался Муви трейлер Мистификация Окей Значит Пять лет назад Шестьсот восемьдесят семь просмотров На английском языке Мало кому интересно А вот на русском То же самое Явно Гораздо Гораздо Горазде Трейлер фильма О новой хронологии Вот это Если не знаете Вот это очкастая Мурло Это сам Фоменко Трейлер фильма Четыре года Девять тысяч с половиной просмотров Ну вот зачем он Не трогал бы он Клиффорда Саймонка На самом деле Прости нас Мачеха Россия Первая серия Вторая серия Первая серия Настолько заинтересовалась Что у второй серии Почти на три тысячи Меньше просмотров Угу Следователь КГБ Та-та-та Хотят ли женщины Рожать больных людей Детей? Видимо не очень хотят Цветная реальность Потустороннего мира Элазде что ли? Дым на холсте Какая-то хуерга Анастасия Слуцкая Крымских татар Белой Руси Негодяя Сидоров Главной роли снимался Влад Галкин В подростковом возрасте Замечательно Деятель культуры Блять Культ поход в театр На-на-на Раскиданное гнездо Замечательно Отступник 604 просмотра 181 просмотра Очень важная тема Наш бронепоезд Наш бронепоезд Сын заца Вот тут что-то Где-то народ заинтересовался 186 тысяч просмотров Да? Богатый московский бизнесмен Та-та-та-та-та Видимо хорошее кино Или как минимум Увлекательное Анастасия Слуцкая 4 года Режиссер Блокбастера Вы слышали про блокбастер Анастасия Слуцкая? Я вот ни разу Но я-то ладно Я быдло Может среди моих зрителей Есть культурные люди Которые слышали Документ Улетные фотки из интернета Юмор и эротика 4 года 7 лет Так, эротика Ах ты старый хрыч Подборка Юмористических фотографий Из интернет С авторским комментарием Вот Неплохо Мне тоже надо этим заняться Народ пошел Битва времен Новая хронология Носовского Нарян ТВ Игорь Прокопенко Замечательно 24 тысячи просмотров За 4 года Так, так Геноцид Видимо что-то про Украину Украинские власти Ага Собственно народ Ну не очень заинтересовал Не очень Ну так И вот тут бабах Бах-бах-бабабах Технология лжи Пока живут на свете мудаки Часть первая Два года назад Размещен 275 тысяч просмотров И тут до дедулей Видимо дошло Вот оно Че Михалыч Вот Понимаешь Где надо копать Где нужно рубить Вот оно Потому что Вон там Какой-то Херота Какая-то 155 просмотров Маяковский Триангела Опять Тот Замечательный клип Вторая версия Песня На стихи Юрия Елхова Настолько Задушевная Что он 1263 просмотра Она получила Отлично Технология лжи Часть вторая 205 тысяч 206 практически Тысяч просмотров Бабах Это смотрите Два года назад 7 тысяч просмотров Он задает вопрос Сторонникам Плоской земли Пытается их Покусать Немножечко Куснуть Он Тогда Не любил Сторонников Плоской земли Критиковал Ну Задавал вопрос Как ему казалось Каверзный Два года назад Первый вопрос Второй вопрос Пасха Путин Триллер Документ Че Триллер Документального Фильма Очоронанный Мгновением Дедуля Ты бухой Что ли был Когда это писал Какой нахер Триллер Трейлер Блять Замечательном Белорусском Художнике Я сомневаюсь Что даже В белорусском языке Есть слово Очоронанный Деятель Культуры Ёб твою мать За два года Не смог Исправить То ли ему Абсолютно Пухой Что у него В канале То ли он Ну как сказать Не владеет Им на самом деле Ну ладно Трейлер Сюжетного Фильма И вот Бабах Новая Хронология 464 Тысячи Просмотров 177 тысяч 96 тысяч 109 тысяч Теракт Как-то не очень Синтересовал Людей Продолжение Лунной Аферы 126 тысяч Цветы Как люди Их надо любить Ну как-то Не очень Технология Лжи Как нас Ну тоже Как-то По сравнению С другими Этими Не блещет И вот То самое Видео Которое Я уже Рассматривал Где Елхов Демонстрирует Свой идиотизм Вопиющее Невежество Абсолютно Непростительное Для человека Который Занимался Съемками Фильмов То есть Полнейшее Незнание Простейших Оптических Закономерностей Незнание Непонимание Психофизики Как работает Зрение Я понимаю Он Нет Я кино Не снимаю Он снимает Ну вот Как так Может быть Но Видимо До народа Начало Доходить Что дедуля В деградации Уже Находится И Как-то Не очень Просмотры Набирает Но Набирает Да Замечательно Фильм Пятый Технология Лжи Продается МКС За 10 Месяцев 20 Почти 8 тысяч Просмотров Вот Собственно Вот это Кинцо Мы сегодня Будем Смотреть Да Фильм Пятый Технология Лжи Там Моклов Меч 643 Ну Как-то Оно Не очень Вот Че Народу Нравится Конспирология Вот Оно Че Давайте Ознакомимся С этим Кинцом Итак Значит Технология Лжи Фильм Пятый Продается МКС 227 1589 Просмотров Замечательно Вот мой Комментарий Замечательный Великолепный Очень умный Интеллектуальный Комментарий Пять месяцев Назад Никто На него Не ответил Ладно Технология Лжи Фильм Пятый Публиковано 16 июля 2018 Года Поехали Еще раз Акцентирую Ваше внимание Фильм Пятый Поехали Заставочка Крутой Спецэффект Снято В 2017 Году Продюсерский Центр Понимаешь Опа Дедуля Что у тебя С устным Счетом Почему Это Четвертый Фильм Ты же Написал Что Пятый Эм Проблема Проблема У тебя С мозгами Да Ну ладно Это я уже Наверное Придираюсь Давайте Более детально С этим Ознакомимся Фильм Начинается С того Что Герр Елхоф Делает Потрясающее Открытие Оказывается Изготовление Макетов И бутафории Это Прибыльный Бизнес Недавно В интернете Я натолкнулся На такую Любопытную Информацию Некая Американская Фирма Предлагала Услуги По Изготовлению Макета МКС Международной Космической Станции В натуральную Величину Меня Эта информация Заинтересовала Естественно И я Очень Подробно Ознакомился С материалами Этого Сайта И вот Что я Там Увидел Оказывается Для того Чтобы снять Кино В интерьере МКС Совершенно Не обязательно На нее Летать Кто Бо Мог Подумать Ну Наверное Из того Предположения Которому Нас Уже Подталкивает Автор Исходного Кинца О том Что Раз есть Макеты То Наверное Нету Настоящей Техники Вот Применяя Такой Ход Рассуждения К Например Военно Историческим Фильмам Мы можем Сделать Вывод О том Что Раз В кино Снимается Бутафорская Техника И декорация Специально Построенная Для съемок Этих Фильмов То Это Значит Что Военная Техника На самом Деле Не существует А Воин Вообще Никогда Никаких Не Было Ну Логично Деятельность Фирмы Вандерворск Началась В 1980 Годы То есть Именно Тогда Когда НАСА Стало Запускать Свои Шаттлы В то Время Это Было Секретное Предприятие Типа Советских Почтовых Ящиков Со Временем Оно Рассекретилось И Стало Зарабатывать Деньги На Изготовление Космического Оборудования И Скафандров Натуральную Величину Для всех Желающих Ну Дата Создания Точно Эта Фирма Мне К сожалению Не удалось Найти Ну Так Да Она Где-то Появляется В 80 Годах 80 Какой Там Четвертый Вроде Первая Дата Но Подтверждение Высказывания Про секретность Найти Вообще Даже В виде Намека Не удалось Если Дату Можно Хотя Приблизительно Понять То Откуда Он Взял Про секретность Ну Совершенно Непонятно Ну Даже Если Так Даже Если Она Поначалу Была Секретная А Когда Ее Рассекретили Почему Нам Отважный Исследователь Этого Не Рассказывает Потому Что Не Знает И Б Даже Если Она Была Секретная Что Из Этого Следует Ну Что Сейчас Она Не Секретная Какой Вывод Из Образование Также Кстати Говоря Интересно Заметить Что Вот Эта Фирма Которую Открыл Елхов Она Занимается Изготовлением Макетов Исторических Зданий Кораблей Морских Всякое Фантастическое Оружие Делает И Прочие Причиндалы Для съемок Фильмов Рекламы Для Парков Развлечений Музеев И так Дальше Из этого Можно Сделать Вывод Что Раз Они Делают Макеты Исторических Зданий То Значит Эти Исторические Здания Не Существуют Вывод Напрашивается Сам Собой Если Есть Возможность С Минимальными Затратами И Без Риска Для Жизни Астронавтов И Космонавтов Создавать Для Обывателей Налогоплательщиков Видимость Полетов На Околоземную Орбиту С Подобной Видеолетописью Их Продолжительной Космической Жизни В невесомости То Почему Бо Этим Не Воспользоваться Поставив Известность Лишь Узкий Круг Людей А Деньги Выделенные Из Бюджета На Освоение Космоса Попустую Украсть И Разделить Между Этим Узким Кругом Людей Посвященных В Эту Авантюру Наше Время Тотальные Лжи Это Вполне Возможно А про Военную Технику Еще Можно Добавить И Я Потом К Этому Еще Верну Что Ну Никто Ж Здравом Уме Не Будет Тратить Сотни Тысяч Это Может Быть Там Миллионы Долларов На Закупку Самолетов Танков Кораблей И Прочего 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 Что Будет Уничтожено Ответным Огнем Противника В Первой Же Минутой Боестолкновений Но Зачем Покупать Настоящий Танк Когда Можно Сделать Картонный Логично Же Логично В Этой Связи Можно С Уверенностью Предположить Что Все Это Космическое Оборудование Используется Не Только Для Съемки Фантастических Фильмов И В Качестве Экспонатов Для Аэрокосмических Музеев Но И В Прямом Своем Назначении Правда Не Можно Сделать Вывод Что За Определенную Плату Фирма Может Настроить Некий Файл СКП Для Создания Эффекта Нулевой Гравитации На Протяжении Длительного Времени Файл СКП О Котором Отважный Исследователь Прочитал На Странице Этой Сверх Секретной Фирмы Это Файл Для Программы Трехмерного Моделирования SketchUp И Его Предоставление Говорит Нам О том Что Заказчик Получает Производственные Файлы Изготовителя Вместе С самими Декорациями То есть Вы получаете Изготовленные По компьютерным Чертежам Декорации И Сами Эти Компьютерные Чертежи Вот и Все Помимо Этого Файла Существуют Другие Известные Способы И технологии Создания Визуального Впечатления Нулевой Гравитации Начиная От Полета В самолете Во время Воздушных Тросов Нестандартных Ракурсов При съемке Нулевую Гравитацию Никакими Файлами Не создать Тросы И подвесы Которые Он упоминает Они очень Сильно Ограничивают Движение Актеров Да Они Применяются Но в основном Для съемки Статичных Сцен Либо Сцен В которых Персонажи Передвигаются Преимущественно Вдоль Одного Направления Эти Тросы Не позволят Ну Как бы Сказать Провернуться Сквозь Них Понятное Дело То есть Если вы Висите На тросе То Сквозь Него Вы Уже Не Провернетесь Вот Вокруг Него Это Да Сколько Угодно А вот Так Вот Уже Нет Извините Маневры Вот Эта Горка Они То есть Когда Самолет Взлетает И потом Начинает Падать Потом Опять Взлетает Потом Опять Падает Вот Это Все Кстати Астронавты Такие Самолеты Называют Вомет Комет Блевотная Комета Продолжительность Сеанса Невитации Невесомости Длится Где-то Секунд 20-30 Чего Совершенно Недостаточно Для съемки Хоть Сколько-то Развитых Киносцен То есть Вот Так Вот У вас Не Получится Снять Астронавта Висящего В невесомости Несколько Минут Подряд А то И Может Быть Десятков Минут И Заканчивая Акустической Левитацией Акустическая Левитация Это реально Применяемая Технология Она используется Там Где нужно Бесконтактно Манипулировать Небольшими Объемами Сыпучих Твердых Или Жидких Веществ С биологическими Образцами Она совместима Плохо Потому что Используется Ультразвук Довольно Высокой Мощности То есть Создается Стоячая Волна И В ее Узлах Можно Размещать Легкие Предметы Небольшие То есть Их размер Должен быть Меньше Чем длина Волны Заметно Меньше Размещаются Эти предметы Или образцы И Меняя Сдвиг Фаз Или там Частоту Мы можем Как-то Их передвигать Вдоль Луча Если Мы хотим При помощи Акустической Левитации Подвесить Человека В воздухе Тогда Во-первых Нам потребуется Длинноволновое Излучение Длинноволновый Звук То есть Он из ультразвука Превращается В слышимый И очень высокой Интенсивности Во-вторых Что-то мне подсказывает Что эта установка Будет Скажем так Большой Очень громкой И Актера Она не просто Поднимет Воздух Она его Разорвет На части Елхов Ты Идиот Вы задавали Себе Когда-нибудь Вопрос Почему Со времени Последней Катастрофы Экипажа Американского Спейс Шаттла Не было Ни одного Случа Гибели В космосе Ни одного Космонавта И астронавта Хотя по мнению Самих же Американцев Погибшие Астронавты Того Злополучного Шаттла Живы И здоровы И живут До сих пор Под своими Же именами Каждый день На земле Гибнут Тысячи людей В результате Автомобильных Железнодорожных И авиакатастроф И только В суровом Агрессивном Враждебном Человеку Космосе Все Спокойненько Пока Елхов Задает С этим вопросом У меня Появилось Страшное Подозрение То есть с одной стороны Вырисовывается Какая-то система Классификации И конспирологов Можно ранжировать По степени Кровожадности То есть на одном Конце шкалы Будет там Философ Данилов Вот этот вот Может еще кто-нибудь С другой стороны Как бы ни оказалось Что Вот это все Это Симптомы Одной Очень опасной Очень заразной Болезни Когда мысли Зараженного Крутятся вокруг Трупов Смерти Крови Еще крови Больше крови Еще крови Надо позвонить Ван Хельсингу А вот это вот Гадкое утверждение Про Все еще живых Астронавтов Погибшего Шаттла Это конечно Во-первых Не идея Самого Елхова Он ее позаимствовал Чуть позже Станет понятно У кого Во-вторых Это заслуживает Рассмотрения Более подробного В отдельной заметке Я как-нибудь этим займусь Но не сейчас Уж больно Большая тема Но Предположим Все это Все полеты в космос Это действительно Постанова Предположим В таком случае Что может помешать Подлым аферистам Время от времени Привлекать внимание Почтенной публики При помощи Очередной смерти Какого-нибудь статиста Безусловно Героической смерти Со спецэффектами И геколикторами Бутафорской крови Что может помешать Ничего не может помешать А этого не происходит Почему? Наверное потому что Великий мыслитель Умудрился Напротиворечить Сам себе В двух соседних абзацах Кроме того Он так Он настолько Возмущен тем Что к безопасности Пилотируемых полетов Предъявляются Особо жесткие требования Что напрочь забыл Что ракеты На которых летают Корабли с экипажами Они немножечко Отличаются От ракет Запускающих Беспилотные аппараты Например В пилотируемых экспедициях Используется такая штука Как система Аварийного спасения Экипажа Которая уводит Капсулу с людьми А взрывающиеся ракеты Случись что Уважаемый эксперт Так разгневан Долгим отсутствием Жертв Что по ходу Своего фильма Снова и снова Возвращается К этой теме Еще раз хочу напомнить О том Что с 1967 года Вплоть до развала Советского Союза По официальной статистике В космосе погибли Четыре советских космонавта Владимир Комаров Владислав Волков Георгий Добровольский И Виктор Пацаев Валентин Бондаренко погиб Во время предполетной подготовки Это те скудные сведения Которые просочились Советскую мировую прессу Официально Сколько же человек погибло В космосе на самом деле Сказать трудно Поскольку вся информация Связанная с полетами На околоземную орбиту Была засекречена Советскими властями Хотя неофициальная информация Свидетельствует о том Что в космосе Погибло за это время Около 170 человек Когда это произошло Кто погиб При каких обстоятельствах Кто, как и когда Это все выяснил Этого неофициальная информация Елхова уже не сообщает Либо он сам решил Утаить от нас эти сведения Но дело даже не в этом А в том Что со времени Распада Советского Союза И создания Российской Федерации До сих пор Ни один российский космонавт Не погиб Во время полета На околоземную орбиту Пребывание там На МКС И возвращение Обратно На Землю И вот смотрите Как получается Казалось бы Нужно радоваться Что с тех пор В космосе Ни один из российских Космонавтов Не погиб То есть Благодаря развитию техники Или может повышение Эффективности Организации труда Или еще чего-нибудь Может быть Чистое везение Даже сыграло Какое-то Да Ну нет Желтушная сволочь Сначала кормит нас Фейком Про 170 покойников А потом огорчается Что люди перестали гибнуть Ну это вообще Че такое Что изменилось За это время Техника полетов Стала более Совершенной Или космос Стал менее агрессивным Нет конечно же Космос не стал Менее агрессивной средой А вот техника Сюрприз Стала в самом деле Более совершенной Елхов Ты идиот Не думаю Не удивлен До сих пор Время от времени Взрываются ракеты На старте Сгорают грузовики В полете к МКС Грузовики до МКС Прекрасно А что за грузы И для кого они их туда возят А? Взрываются спутники Не долетев до орбиты И только бравые космонавты И астронавты А сегодня еще и китайские Тайконафты Благополучно долетают До околоземной орбиты И так же благополучно Возвращаются обратно И тут сама история Подыгрывает великому опровергателю Он свое видео Опубликовал в июле 2018 А уже в октябре того же года Роскосмос устраивает аварию Кораблю Союз МС-10 К счастью авария Это еще не катастрофа Экипаж успешно спасен Но можно сказать Желтушная сволочь накаркал Посмотрите на эти Лоснящиеся от благополучия И комфорта Физиономии Чисто выбритые С аккуратно подстриженными усами И чистыми Только что вымытыми волосами А ведь На борту МКС Нет даже душа И головы не моют Капельками воды Со специальным Впитывающимся шампунем Ну во-первых Не совсем понятно Чем великого эксперта Не устраивают Улыбающиеся лица Космонавтов и астронавтов Они смотрят на нашу Прекрасную планету С высоты В принципе Недосягаемой Для всякой Желтушной сволочи Наверное Зависть С другой стороны Что Они должны быть Хмурыми Постоянно мрачными Замогильно ужасными Как какие-нибудь Космические готы На руках колготы Или что Или как персонажи Васи Ложкина Такие вот Такие вот Такие вот Вот это Вот это Я тебе это самое Сейчас Мне сверху видно Что ты так и знай Во-вторых Хоть душа на МКС В самом деле нет Но также нет никакой Тайны в том Как космонавты Астронавты Соблюдают правила Личной гигиены Моют голову Чистят зубы Ходят в туалет И все такое прочее В сети полным-полно Видеороликов Где все эти процессы Объясняются Достаточно доходчиво И в подробностях И если бы Елхов не был Таким идиотом Он бы давным-давно Поднял свою Дряблую желтую жопу И нагуглил бы Все эти видеоролики За три секунды Но увы Похоже, что Великий мыслитель Сделал вывод О том, что Раз душа нет То астронавты По полгода Не моются Подобный ход Суждений Вообще говоря Типичен Для великих мыслителей На самом деле На МКС Душ Мог бы быть Но его решили Не ставить С учетом Опыта Skylab И советских Орбитальных станций Два главных Недостатка Во-первых На душ Нужно Очень много воды Очень много Даже с учетом Рециркуляции То есть Это крайне Неэффективное Ее расходование Во-вторых Вода в невесомости По вполне понятным причинам Ведет себя Совсем не так Как на земле То есть Она не течет Не падает Ее можно только Разогнать давлением Куда-то направить Но после этого Она Когда вот капли воды Бьются о предметы Они либо прилипают туда И создают Такой толстый слой Либо разбиваются На мелкие капли Разлетаются Их движение Крайне тяжело Контролировать То есть Нужно какие-то Воздушные потоки Создавать Ставить барьеры И так далее На лицо Моющегося Человека Нужно Либо дыхательную Маску Чтобы он Не захлебнулся Либо какие-то Приспособы Ограничивающие Доступ Воды В общем Не так Просто Это все Поэтому Взвесив Все за и против Решили Что на МКС Вернуться К старой Доброй практике Обтирания Влажными Салфетками Но это Не такие Тряпочки Которые Выдают В кафе Или в ресторанах Такие маленькие Это Большие Полотенца Или губки Их пропитывают Моющим составом И обтирают Тело В том числе И столь Волнующие У нашего Мыслителя Гениталии Понятное дело Эффективность Этого метода Она все-таки Не очень высока И астронавты Скучают По душу Так что Снится им Вовсе не трава У дома Вот Но Лучше чем ничего Правда Опять таки По словам Некоторых Из Летавших На МКС Людей Там может Попахивать То есть Не то что воняет Но Понятное дело Что здесь Живут люди И довольно давно А собственно Со всякими Запахами В том числе И неприятными Справляется Система Фильтрации Воздуха То есть Понятное дело Весь воздух По станции Непрерывно Циркулирует И загоняется Прогоняется Через фильтры Удаляющие Все возможные Загрязнения Иначе Там было бы Просто Невозможно Жить Посмотрите На эту С позволения Сказать Астронавт У нее Почему-то Волосы Стоят Дыбом Почему Ведь в космосе Невесомость Куда они Стремятся Улететь И почему Летят Вверх А не Вниз Или В сторону Если бы Елхоф Не был бы Конспирологом Он бы Смог Самостоятельно Найти Ответы На свои Животрепещущие Каверзные Вопросы Ну Увы Он Оказался Не в состоянии Это сделать Хотя Причин У наблюдаемой Картины Как минимум Три И они Вполне Очевидны Первая Причина Это Собственная Упругость Волос То есть Когда На волосы Действует Сила тяжести Понятное Дело Когда Волосы Длинные Они Спокойно Торчать Вверх В невесомости Даже Длинным Волосам Ничего Не мешает Занимать Какое Угодно Положение В пространстве Это Первая Причина Вторая Причина Вполне Очевидно Что Волосы Этой Женщины Чем-то Увлажнены То есть Действует Сила Поверхностного Натяжения И именно Из-за Нее Волосы Таким Комом Держатся То есть Они Грубо говоря Прилипли Друг Это Вторая Причина И Третья Причина Мы Смотрим На Фотографию На Статичное Изображение Которое На Самом Деле Является Кадром Видео И Если Мы Посмотрим На Эту Сцену В Динамике То Она Начинает Поразительно Отличаться От Того Как Ее Живописует Идиот Елхов Внимание На Экран Много Того Едем И Дизельно Х調 Фотография На Дизельно Я Не Дима Шампу В Дима Дима У В Дима 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 Того Что это за бред сивой кобылы? Во-первых, не сивой, а желтушной. Во-вторых, не кобылы, а коня, очень старого и давным-давно не попадающего в борозду. Это видео получается уже довольно длинным, а у исходного материала конца края не видать, поэтому наверное сделаем сейчас паузу и продолжим завтра. Оставайтесь на канале.